Иосиф Бродский Верещал, как козыдой Дом тень свою отбрасывал Забор не тень свою отбрасывал А зебру, что несколько уродовало двор Поодаль гумно оседали в землю Сосед петух Над клушами льти шил А наш петух тоску свою глушил Такой в виде в сильных кукареках Я с ухо этой драмой пренебрег Включил приемник Родина и лег И этот Вавилон на батарейках Донес, что в космос взвился человек А я лежал, не поднимая век И размышлял о мире многоликом Я рассуждал Зевай или примечай Но все равно о малом и великом Мы если узнаем, то не взначай 1966 год Вот такой стих прочитан совсем не зря Именно 24 мая Дело в том, что сегодня день рождения Русского и американского поэта Драматурга, переводчика Нобелевского лауреата Йосифа Бродского В советский год Застои его изгнали из страны И он состоялся в Америке В 1987-м Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе Которая была присуждена ему За всеобъемлющее творчество Насыщенной чистой мысли Чистотой мысли и яркостью поэзии При вручении премии на вопрос Считает ли он себя русским или американцем Бродский ответил Я еврей, русский поэт и английский эссеист С началом перестройки в СССР Стали публиковаться стихи Бродского И статьи о нем Начали выходить книги В 1995-м ему было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга А в 2005-м в городе Наневе Появился первый в стране памятник Великому поэту Как я уже сказал Йосиф Александрович Бродский Родился 24 мая 1940 года В Ленинграде Его самого несоветского Несоветского гражданина Назвали Йосифом в честь отца всех народов Свои первые стихи Йосиф написал в 16 лет Толчком к этому послужили впечатления От прочитанного сборника стихов Бориса Слуцкого В 1959-м Познакомившись со стихами Евгения Боротынского Бродский окончательно укрепился В желании посвятить себя поэтическому творчеству В начале 60-х Йосиф Александрович знакомится с поэзией Английского поэта-метафизика Джуна Донна У Донна и других поэтов-метафизиков Бродский наследует визитную карточку школы Так называемой метафорой Кончетти От итальянского понятия Такие понятия лежат в основе практически всех его произведений 29 ноября 1963 года В газете «Вечерний Ленинград» Было опубликовано письмо Окололитературный трутень Направленный против творчества Бродского В 1964-м Йосиф Александрович был арестован за тунеядство Ссылку он отбывал в деревне Норинской Архангельской области Но в ссылке продолжает писать Шум ливня, песня, зимняя почта Одной поэтессе Это написано было в те годы Вместо пяти лет, которым был приговорен поэт Провел он в ссылке полтора года И благодаря заступничеству Ахматовой, Маршаках, Шостаковича И других деятелей искусства Вернулся в Ленинград В 1972-м Йосиф Александрович эмигрует из СССР Он уезжает в США, где получает признание И нормальные условия для литературной работы Он преподает русскую литературу в университетах и колледжах Продолжает писать стихи на русском и прозу на английском В декабре 1987-го Поэтому была присуждена Нобелевская премия по литературе А в 1992-м он получил звание лауреата Библиотеки Конгресса США Йосиф Александрович Бородский Пострадал от инфаркта 28 января 1996-го года В возрасте 55 лет В Нью-Йорке Но похоронен на протестантской части Кладбище острова Сан-Микеля В Венеции Вот такое вот у нас на сегодня событие Как день рождения Русского и американского поэта Драматурга, переводчика Нобелевского лауреата Йосифа Бродского На этом, пожалуй, все Спасибо за внимание До свидания Субтитры сделал DimaTorzok